Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Широко и весело. Анапчане проводили зиму песнями, танцами, конкурсами и народным разгуляем. Для здоровья анапчан. В сельских округах Анапы продолжаются дни здоровья. Очередной прием врачи ввели в станице Анапское. Осталось пять дней. Меньше чем через неделю состоятся выборы главы курорта. Предвыборная кампания подходит к завершению. Анапчане и гости курорта проводили зиму празднованием Масленицы. В воскресенье на театральной площади было шумно и весело. Там прошли настоящие народные гуляния. Играл музыка, жарили шашлыки. Здравницы и предприятия общепита сельских округов выставили щедро накрытые столы. С кубанскими разносолами и, конечно же, блюдами из блинов. О блинном конкурсе и о том, как гуляла в этот день Анапа, наш корреспондент Лариса Басова. По православному календарю Масленица предваряет великий предпасхальный пост. Поэтому воскресенье называют прощенным. Когда надо простить всех и самому просить прощения. Просим у всех прощения. Просите за все, что было сделано не так, что было не сделано. Вдруг кто-то кого-то чем-то обидел. И друг у друга попросите сегодня прощения. Хлебосольная Анапа умеет принимать гостей и организовывать праздники. Зрелищные, с играми, забавами, представлениями. Я на масле готова кушать 50 швенок. Закушу их обою. Охуеть попробую. Гостей курорта поразил размах веселья, гостеприимства и сама Анапа. У нас примерно так же отмечают. Но город вообще ваш красивее, чем у нас. Чистый, очень чистый. Масленицу отождествляют с проводами зимы и встречей весны. Поэтому это всеми любимый праздник, отмечаемый широко и весело. Праздник весны. Только сжигать ее не надо. Давайте ее уложим в пакет, как предведи. Это преддверие, преддверие Великого Поста. Это пришло к нам из язычества, но тем не менее мы это тоже признаем. Особенно тещины блины любим. С самого маленького возраста блинчики, пирожки ждали всегда. Очень были рады, что Масленица наступает. Вот сегодня все, заканчивается Масленица. Взрослые помнят праздник с детства. И самые маленькие анапчане тоже запомнят Масленицу. Масленица – это праздник, который сжигает Масленицу и всех прощает. Блины. Прощаются зимой, наступает весна. Главное блюдо Масленицы, конечно же, блины. И главное событие – фестиваль «Блинная фантазия». К блинному столу, который накрыли ТОС и города-курорта, было сложно пробиться. Дорогие анапчане и гости, поздравляю вас с самым замечательным весенним праздником Масленицы. Добра вам! И побольше блинов! Каждый кулинар мог проявить себя в блинном конкурсе. Были даже блинные торты. Здесь у нас малина, взбитые сливки, здесь орех идет. Витязевский сельский округ показывал, как отмечают Масленицу греки. Станица Анапская пела и плясала по русским обычаям. Армяне испекли ажурный блин «Лаваш» и сделали блинный букет. Русский дом, армянский дом, вместе весело живем! Масленицу празднуем с самого детства! У нас есть тоже национальная масленица, наш «Лаваш» – армянский блин! Первое место в блинной фантазии занял санаторий «Голубая волна». В различных номинациях дипломами были награждены парк Добродея, Благовещенский, Гайкадзорский и Субсехский сельский округа, санаторий «Мотылек», пансионат «Полярные зори» и тосы города-курорта. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. Проводы русской зимы отметили и в санаторно-курортном комплексе «Делуч». Сейчас в «Здравнице» отдыхает более 600 гостей курорта из различных регионов России. Всех их угостили блинами и полезными для здоровья напитками. Повара «Делуча» поработали на славу, напекли блинов на всех гостей «Здравницы». А будущие работники общепита, студенты Анапского индустриально-педагогического колледжа, постарались обслужить гостей, пришедших на праздник так, чтобы этот день оставил в душе каждого добрый след на долгую память. Под веселой песней ансамбля «Сударышка» блины подавались с вареньем, медом и со сгущенным молоком. Запивались они морковно-лимонным, клюквенным напитками и напитком из сухофруктов. Проводы «Масленицы» получились веселыми, озаренными радостным ожиданием близкого тепла и весеннего обновления природы. На курорте продолжаются уже ставшие традиционными дни здоровья. В минувшую субботу День здоровья прошел в Анапском сельском округе. Сельчане бесплатно получили консультации различных специалистов учреждений здравоохранения Анапы и узнали, как заботятся о своем здоровье с целью профилактики. Все подробности у Светланы Авиловой. В этот день 12-я школа Станицы Анапской была похожа на настоящее медицинское учреждение. На первом этаже организована регистратура, соблюдались чистота и порядок. На прием в врачу никто без бахил не допускался. Прием жителей вели педиатры, кардиологи, терапевты, эндокринологи, окулисты, лор, невропатологи, а также врачи других специальностей. Медики обследовали всех желающих на наличие заболеваний и предполагающих к ним факторов путем измерения веса, роста, артериального давления, уровня глюкозы, холестерина, снятия ЭКГ. Среди обследуемых были и многодетные семьи. Работники социальной защиты населения тоже стоят на страже здоровья своих сельчан. На диагностику они привели пенсионеров. Жители Анапского округа считают, что Дни здоровья призваны научить анапчан заботиться о собственном здоровье, дорожить им, беречь его. Да и к узким специалистам на прием пройти быстрее, нежели чем в поликлинике или амбулатории. Выявление определенных заболеваний, которые люди на данный момент имеют, это очень нужное дело. Есть люди, которые берут направление, им нужно ждать месяц, два, три. И даже к этому узкому специалисту, к примеру, к кардиологу, нужно очень долго стоять и ждать его, чтобы дождаться. Ну а тут, естественно, подождем, подождать где-то с полчаса, час, но провести прием. Понравилось. Все, что нужно, мы прошли. Вот я довольна с вниманием врачей. Все было нормально, честно. Я считаю, что надо это повторять. Здоровье – это главное, что есть у человека в жизни, говорят медицинские работники. А значит, здоровью надо учить, а здоровый дух – воспитывать. Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа. Регион. До выборов главы города осталось меньше недели. Избирательная кампания входит в завершающую фазу. У кандидатов осталось буквально четыре дня для того, чтобы представить себя и свою программу анапчанам. Один из кандидатов на должность главы курорта Сергей Сергеев очередную встречу провел с сотрудниками управления пенсионного фонда. Кандидат Сергеев, как и на предыдущих встречах с избирателями, коротко рассказал о себе и накопленном опыте руководителя в различных сферах, что успел отметить для себя с тех пор, как стал анапчанином. Я вижу, что Анапа, анапчане очень любят свой город, в котором живут, и радиации. И я подчеркиваю, город для меня это не только центр города Анапа, а все 52 населенных пункта входящие в его составы. В ходе разговора поднимались самые различные темы. Начиная с увеличения мощностей и сельхозпроизводства, заканчивая модернизацией социальной сферы, обеспечением маленьких анапчан местами в детских садах. После перешли к активному диалогу. Анапа, по словам сотрудников пенсионного фонда, превращается в город пенсионеров. В основном за счет пенсионеров и силовых ведомств. Количество их растет с каждым днем. Только за прошлый год более 1200 прибыло пенсионеров из других территорий. Это Сахалин, Курилы, Магадан, Ханты-Мансийск, Норильск. И в этом месяце, январь, февраль уже 370 прибыло. Я понимаю, вы как заместитель руководителя, конечно же, переживаете за то, что пенсионные осуществления от бизнеса анапского в целом, они не покрывают те расходы, которые отделение несет по выплате пенсионного обеспечения. И это один из критериев оценки вашей работы. И вас постоянно с края греют за это. Это я все знаю. Но в то, что в город пенсионеров, я не считаю, что это плохо. Потому что давайте ставить себя на место тех людей, которые трудились за пенсию и хотят в преклонном возрасте жить в нормальных условиях. Мы этих условий еще не создали. И поэтому здесь мы не сможем поставить заслон, даже если будем очень хотеть. И Сергей Сергеев намерен предлагать максимум усилий, чтобы и анапчанам, и приезжающим с севера новым жителям в Анапе жилось комфортно. Есть намерение у меня, и я думаю, что получится, объединить вокруг себя все контролирующие, все силовые и взаимодействующие органы, которые работают на территории. Независимо от формы починения. Федерального, краевого починения и так далее. Если сегодня не начать наводить порядок, то завтра может быть уже и поздно. Вот все, что касается береговой полосы, курортной составляющей. Ну, просто-напросто сегодня идет выкачивание денег из этой составляющей, а все остальное, пусть у нас хоть трава не расти. Такой позиции быть не должно. У Анапы есть огромнейший потенциал экономический. Огромнейший. Он спрятан не только в курортной составляющей, а вообще не в освоимости всей территории Анапы. Всех 52 населенных. Есть у меня видение, как реализовать этот сад. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-регион. Другие кандидаты на пост главы города информацию о ходе своих предвыборных встреч на сегодняшний день не предоставили. А следующая информация для родителей, имеющих детей инвалидов. Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края уделило в этом году еще большее внимание оздоровлению детей с ограниченными возможностями здоровья. Если в прошлом году в городе-курорте оздоровление за счет государственного бюджета получили 20 детей этой категории, то в 2013 году планируется оздоровить более 100 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Уважаемые родители, приглашаем к нам в управление для решения вопроса по оздоровлению вашего ребенка-инвалида. Для этого вам необходимо обратиться по телефону 32994 и записаться на прием. При себе необходимо иметь следующие документы справкам сцена ребенка, карта ИПР ребенка, паспорт законного представителя и свидетельство о рождении ребенка. Кроме этого, управлением также проводится работа по оздоровлению детей в летних загородных лагерях Краснодарского края. Возраст детей от 7 до 15 лет. Для того, чтобы получить бесплатную путевку, вам необходимо обратиться с 1 апреля 2013 года к нам в управление социальной защитой населения. В Анапе прошел финальный тур чемпионата Южного федерального округа по фитнес-аэробике. В первенстве приняли участие более 60 команд из 16 городов. Тон соревнований задали волгоградцы, чемпионы мира. В трех возрастных категориях они заняли все призовые места в номинации аэробика. И призовые места получили в двух возрастных категориях степ-аэробики и хип-хоп-аэробики. Анапу представляли 4 команды. Флэшмоб заняла первое место в хип-хопе в возрастной категории 14-16 лет и будет представлять Анапу на всероссийском первенстве по фитнес-аэробике. Команда степиста Фритм из Анапы заняла третье место. Этот эстетичный вид спорта завоевывает все больше поклонников. Благодаря спорту мы побеждаем и мы всегда улыбаемся, потому что аэробика это для нас жизнь, это для нас прям счастье. Мне нравится заниматься, потому что придает силу, потом ты выступаешь, у тебя гордость, здоровье поправляется, много всего у тебя сразу и сил. И ты хочешь всегда выступать, выступать, выступать. Мы поезжаем на разные соревнования, выступаем, выигрываем. Видим много новых элементов, осложнений. Друзей на вас находим. Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного в предприятии «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Во вторник 19 марта в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы плюс 4,6, ночью около нуля. Ветер южный 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 7 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувства прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются.